Привет, друзья! С вами Сан Саныч и вы на канале Взрослый Разговор. Сегодня 9 июня 2023 года и мы традиционно вещаем вам из Одессы. Мы это я, Сан Саныч и Александр Валерьевич, которые традиционно двумя руками держат камеру. Вот сейчас даже он в нее помахал, хотя держит двумя руками. Это называется левитация, скорее всего. Друзья, мы находимся на новом рынке или на новом базаре. Называйте как хотите, это самый старый из действующих рынков Одессы. И сейчас мы для вас будем узнавать цены на продукты. Напоминаю, что тематика нашего канала это летопись современной жизни. Мы показываем реальную жизнь такой, какая она есть. Вы сможете в любой момент посмотреть видео за любую дату и узнать, почем, например, были яйца или свинина, а также какая была цена на клубнику и так далее. Поэтому польза, я считаю, от этого видео выше крыши. Ну и, конечно же, мы отображаем и другие события, которые происходят в нашей стране. И, конечно же, мы не остались в стороне от помощи нашим дорогим херсонцам. Мы собираем помощь, мы собираем ее сейчас в двух местах в Одессе. Это торговая 51 Ким Кафе и Сахарова 1 Г. Это Ной Ковчег, это большой ресторанный комплекс. Одесситы туда приносят все необходимое. Огромное за это спасибо, друзья. Также все, кто хотят поддержать эту деятельность, потому что, в принципе, сейчас очень много уже есть и вещей, и продуктов. Сейчас есть запросы на генераторы. Сейчас есть запросы на водяные помпы, которые качают грязь. Сейчас, кстати, мы вот вчера первую машину отвезли, ребята вернулись. Сказали, что лодки уже не нужны, потому что лодок привезли уже много. Нужны таблетки для обеззараживания воды. Нужны корма для животных. Нужны лекарства для животных. Поэтому все, кто хочет поддержать нашу деятельность, на экране видите мой PayPal, мою карточку в PrivatBank. Мы будем благодарны любой поддержке, потому что то, что мы не сможем собрать, мы будем покупать. Ну и элементарно нужны деньги на топливо. Я вам скажу, что съездить в Херсон туда и обратно. А сейчас вот мы сегодня грузим две машины точно, может быть, даже три машины загрузим. И завтра с утра ребята стартуют и везут уже помощь Херсонцам. И в понедельник мы будем грузить еще одну большую фуру. Так что, друзья, вот чем мы занимаемся на данный момент. И еще раз говорю, что польза от этих видео огромная, потому что люди смотрят, люди понимают, чем мы занимаемся. И я лишний раз предупреждаю, что не нужно паниковать, друзья. Вместе мы сила. И сейчас еще очень важный момент, о котором я хотел заостриться, раз мы значили на эту тему. Это загрязнение Черного моря. Друзья, пожалуйста, не надо сейчас купаться в море. Это такое вот предупреждение. Ну, мы находимся в Одессе, мы находимся в центре города. Я об этом не сказать не мог. Ну, а сейчас мы с вами идем и будем узнавать, что же есть сегодня на новом рынке. И самое главное, почем. Идемте. Друзья, традиционно начинаем обзор цен на рынке с цен на мясо. И, конечно же, мы не можем не налюбоваться, как... Настенька выкатывает. Это что, лопаточка, да? Лопаточка, да. Настенька, здравствуйте. Здравствуйте. Настя, в трудах, в заботах с самого утра. Мне треба с этого, чтобы... Работа кипит. Работа кипит. Итак, это у нас лопатка. Дальше вы будете разбирать? Разбирать, зачищать жирок. Настя, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что сейчас происходит с ценами на мясо? Цели трошки поднимаются. Дорожает закупка товара. Меньше стало, да, свинины? Или дорого родовать, что говорят? Дорого кормить. Дорого выдержать свинки. Особенно домашние очень дорого. У вас, я напомню, что всегда только домашние, всегда только свежие. Вы каждую пятницу и субботу здесь? Да. Иногда бывает четверг. Иногда бывает четверг. А то покупатели застают. Что вы тут делаете, да? Что ты тут делаешь? Вот так вот. Настя не дает свой номер телефона, но к Насте можно прийти, познакомиться. Прийти, познакомиться. Взять номер телефона и звонить, заказывать. Звонить, заказывать, чтобы получить вот такое вот свеженькое мясо. Свежайшее, да. Да. А заодно и посмотреть еще, может быть, какой-то мастер-класс. Мастер-класс. Спросите, где она покупает на жизнь? Как она их точит? Ну, это, конечно, да. Это зрелище. До бесконечности можно за этим наблюдать. Настенька, давайте расскажем нашим зрителям, что же почем сегодня. Несмотря на то, что цены выросли. Мы готовы к шоку, но рассказывайте. Дивите, сало 150. 150 любое, да? Да. Такое. Да. Вчера было вот такая широкость с двумя прослойками. Генеральские 180. Чуть-чуть дороже, да. Ну, если будет чуть тоньше, наверное, будет чуть дешевле, да? И до 40. Вниз, да. То есть от 40 и до... И выше, да. И выше, да. До 180. То есть можно, в принципе, прийти заказать вам любое сам? Любое. Все, что надо, все подберем. Да. На любые гроши. Дивите, есть почеревок. Да. 180. Да. Красота. Да, его на запекание хорошо. Да. С картошечкой. Посолы. Грудинка. Дивите, 190. Что с грудинкой лучше всего приготовить? Борщ можно готовить. Угу. Стушить. Очень хорошо. Картошка такая, с водичкой. Угу. Тушеная. Солощеная. Лопатка. Лопатка, которая только что споднажала. Лопатка. Лопатка, видите, тут такие две части идут. Одна чуть дороже, да, одна чуть дешевле. Угу. Да. Да. Дальше вона будет зачищаться, будет красивее. Почему дороже и дешевле? Чем отличается мясо? Мягче, жестче, что? Ээээ, отличается. Эээ, ця такая часть более равномернейшая, и вона песнейшая. Ця чуть жирнейшая. Угу. Такая на фашь на котлеты. Та, что жирнейшая, то что будет дороже, да? О, дешевле. Дешевле, да. Дешевле. Угу. Супер. Так. Девицая шейка, 280. 250 беточек. Угу. 200 челагач. Угу. Все, да? Все, заточек. Есть что-то, что уже продали? Ребра продали. По чем были ребра? Ребра были 190. Угу. И филеечки продали, было 280. То есть нужно приходить заранее, либо брать номер телефона и звонить заказу. Настенька, огромное спасибо. Ну, а теперь будем узнавать у Настеньки. Настенька, здравствуйте. Здравствуйте. Свежие цены на птицу. Настя, что у нас происходит с ценами сегодня? На этой неделе стабильно все. То есть нет никаких ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево. Ни вправо, ни влево, да. Все на месте. Да, все на месте. Давайте напомним нашим зрителям, что по чем сегодня. Давайте. Филе куриное 152, цыплята 95, филе банан 150, крыло обрезное 95, бедро 118, четверть 88, окорок 105, суповой 30, потрошка куриные 100, сердечко 100, печеночки, голень 88, филе бедра 160, колбаски индюк, курица 210, курочка целая 95, фарш филе 152, фарш индюка 160, фарш куриный 130, сейчас будем делать. Индюшка 215 бедро, 250 филе, шейка 110, гуляш 160, потрошка индюшины 165, печеночка, сердце и желудочек. Знаете, вот цыплята, что с ними можно, соль из них можно приготовить? Смотрите, цыплята всегда в разной весовой категории, скажем так. Бывает до килограмма 700-800 грамм, их идеально как табака на сковородочку. А если вот кило 200, кило 300, я всегда желательно их в духовочку. Запечь. Запечь, да. Вот такой, опять же, тот же наш старый рецепт, кефир, соль, перец, специи, какие любите. Подходит точно так же, да? Да, я обычно так мариную, всегда, и у меня ребенок запекает. Я, сын у меня 11 лет, старшему, я его мариную, вот сегодня вечером приехала, замариновала, завтра на вечер я приезжаю, у меня уже готовый цыпленок. Вы руками запекаете, да? Нет. А как, вот так? Так, я его разрезаю, можно напополам. У меня ребенок, я его разрезаю, он его еще поливает подсолнечным маслом, противень. У меня такой стеклянный, ему удобно. Он нарезает туда картошечку, ложит цыпленка, облаживает картошечкой, картошку тоже, масло подсолнечное, соль, перец, облаживает и в духовочку, сейчас я вам скажу, 200 градусов, обычно я ему говорю на час 20 ставить, но он следит за, переворачивает и уже там смотрит. Следит за готовкой? Да, следит за готовкой. То есть фактически ужин готов, то есть там и картошечка, и... Картошечка, и цыпленок, и ужин готов. И в принципе недолго, но я так... А сколько цыпленок будет стоить? Вот он килограмм не то, да? Килограмм. Грубо говоря, за 100 гривен можно взять цыпленок. Можно, да, если меньше килограмма, будет меньше 100, 110, 95, вот, плюс 100 гривен. Такая средняя цыпленка. Какие-то у вас есть прогнозы, что будет с ценами дальше? Ну, не очень, такие прям приятные прогнозы, скорее всего, будут дорожать. Повышение света идет, это будет влиять на цену, к сожалению. Ну, пока... А если сейчас курица в наличии, ну, мы понимаем, что происходит очень много нехороших вещей у нас в стране, и вот это как-то повлияло на то, что есть куры, нету кур? Нет, никак не повлияло, нет, не урезают заказы, пока все нормально с этим. Я не вижу, чтобы что-то уменьшали, не предупреждают, ничего такого пока, слава Богу, мы пока, пока мы с мясом. Спасибо вам большое, спасибо вам за информацию, спасибо вам за рецепт, ну и, конечно же, за вашу улыбку. Спасибо, до свидания. До свидания. В моем детстве был мультик, и там была такая фраза, нашу маму и тут и там показывают. И тут и там, да. И слово здравствуйте. Здравствуйте. Настенька, вы нам сегодня расскажете еще и цены на... Расскажем, да. А то соседка убежала, да. А нам-то надо тоже бежать. Да, дивиться, красивая телятина, сек, задняя часть, вот, 250 гривен. Телятина, настика, я знаю, подорожала. Качалочки, задняя, передняя, 300 гривен. Это тоже домашняя вся, да? Ну, домашняя телятина, бачите, воно с жирочком. По цвету видно, да. Да, по цвету видно, что воно такая. Хорошая, свежая, натуральная. Есть такая филеечка. Ее нам медальончики берут. Считается, самое дорогое, такое, оно 500 гривен. Самое-самое мягкое. Ну да. Есть лопаточка. Это передняя часть, вот вона. Это еще зачистится, 200 гривен. Лопаточка. Есть вот шпондра. Это такая, больше, кто любит с хрящиком. 140 гривен, 280. Есть грудинка, вот, 140, ребрышки 140. Это все на сегодня, да? Да, шейку она уже продала. Продала. Да. Ну, опять-таки, нужно приходить, знакомиться. Знакомиться, да. Брать номера телефонов, как обычно, по старой скидке. Пиди брать себе своего продавца. И хорошего мяса. Настенька, огромное вам спасибо. Может быть, я уже даже уже не буду загладывать. Может, мы вас еще где-то в третьем месте увидим сегодня. Ну, спасибо большое. До свидания. Я уже показывал в корпусе вот эту вот точку с корейскими салатами. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Показывал вас, но зрители сказали, мало, хотим еще увидеть, хотим узнать подробнее, хотим узнать больше цен и больше ассортимент. Поэтому мы снова у вас. Рассказывайте, что у вас есть и почем. Да, добрый день, уважаемые десеты и гости города нашего. У нас цены, как и прежде, 25 гривен за 100 грамм. Морковочка корейская, капусточка тоже по 25 гривен за 100 грамм. Сидереи есть в продаже по 40 гривен за 100 грамм. Региз дайкон тоже по 40 гривен за 100 грамм. Клубчей корейская наша, 100 грамм, 40 гривен. Ушки свиные 50 гривен за 100 грамм. Средние, слабые, острые. Также есть бобы 40 гривен за 100 грамм. Спаржа соевая по 50 гривен за 100 грамм. Синенькие, свежие овощные, печеные по 70 гривен за 100 грамм. И вот эти крученки идут тоже в язычки. Сырная начинка, крабовая начинка по 70 гривен за 100 грамм. Голубчики 40 гривен за 100 грамм. Бурячок у нас по 25 гривен за 100 грамм. Кукурузка и бэби морковка, спаржа желтая, спаржа зеленая, брокколи и цветная по 40 гривен за 100 грамм. Также есть имбирь маринованный по 30 гривен за 100 грамм. Хияши, чука-салат с ореховым соусом уже заправленным. по 40 гривен за 100 грамм. Кимчи с обычной белокочанки по 30 гривен за 100 грамм. Капуста с буряком, капуста с куркумой по 25 гривен за 100 грамм. Меди я 60 гривен за 100 грамм. Рапаны 80 гривен за 100 грамм. Кальмары 100 грамм 80 гривен. Также есть осьминоги и креветки уже заканчиваются по 220 гривен. Да, дорогие друзья, вы не ослышались 220 гривен за 100 грамм. как видите его очень даже хорошо берут вот так же есть у нас грибочки маринованные по-корейски опята и шампиньоны шампиньоны 50 гривен за 100 грамм а опята по 60 гривен за 100 грамм рисовая лапша фунчоза по 40 гривен за 100 грамм китайские муера грибы по 50 гривен за 100 грамм и коралловый гриб белый 100 грамм 60 гривен и морская капусточка трех видов самая классическая обычная салатная с корейской морковкой также сельдереем по 30 гривен за 100 грамм века вы работаете четверг пятница суббота воскресенье с 8 30 до 17 на все это готовите это у вас все свои фирменные рецепты какие-то секреты наверно по-любому есть да и все всегда свежие друзья все вы знаете о трагедии которая произошла в херсонской области мы с первых часов откликнулись дали клич по всем нашим знакомым по одесситам по всем соцсетям и очень много людей я честно я не ожидал такого шквала помощи очень много людей откликнулось и приносят помощь у нас есть сейчас два пункта сбора это торговая 51 ким кафе и это сахарова 1g это но и ковчег это на поселке котовского и также я хочу отдельно поблагодарить администрацию нового рынка лицея сергея шевченко сереж огромное спасибо за то что вы сделали вы организовали нам машины вы организовали помощь расскажи два слова пожалуйста всем смогли помогаем благодаримся поучаствует беда сплочила вместе до перемоги ребята это на самом деле огромное спасибо вот абсолютно всем очень много людей сегодня ко мне уже на новом рынке подошло и а вы еще принимаете а куда приносить вы себе не представляете сколько собрали на территории фонтанской от г друзья мы там дай бог чтобы мы загрузили чтобы нам хватило одного микроавтобуса скорее всего и будет несколько вот мы будем грузить машины сегодня и завтра они выезжают в субботу и еще у нас будет фура которая будет выезжать в понедельник уже есть кстати за генератор отдельное спасибо выращиваю генератор нам подогнали друзья на самом деле нужны генераторы нужны помпы для откачки воды от откачки грязной воды нужны таблетки для обеззараживания потому что сейчас уже очень много одежды принесли продукты тоже нужны на продукты тоже сейчас давайте сухой потому что ну людям не всегда еще есть на чем готовить огромное спасибо огромное спасибо всем неравнодушным людям я знаю что не только одесситы объединились я знаю что вся страна объединилась я вижу ролики по со всех концов страны где люди приглашают к себе домой где люди собирают помощь и это очень здорово вместе мы силой вместе мы победим давайте вспоминать все титулы королева пчел звезда youtube а звезда тиктока звезда инстаграма звезда нового рынка продавец года по версии youtube канала взрослый разговор пчелиная энциклопедия красотка леночка здравствуйте мы ничего не забыли нет отлично мы рады вас видеть мы рады вас видеть у вас как всегда очень красивая витрина прошлый раз мы нам рассказали про рапсовый мед и в общем то было очень много откликов и кстати благодарности за то что вы сказали правду людям потому что многие это думали что рапсовый мед вернее акации это раб ну в общем и понял да вот но смотрите ну мы так мягко его там поругали что ли пока или да да а есть у смотрите вот на поле что-то хорошее в нем да но это я свое мнение вообще не меняю все пчеловоды к нему так относятся потому что они делают лишнюю больную голову пчеловодам гембель как у нас в одессе говорят это лишняя работа огромная работа потому что рапсовый мед он кристаллизуется я обещала показать как он закристаллизовался вот он даже уже в рамочке он уже полностью засахарился если этот бы мёд оставить в улье не откачать этот мед уже бы в рамках пчеловод бы не смог откачать единственное что когда его не откачивают и начинает свести акация акация его немножко разбавляет но все равно потом человек покупает этот мед за акацию говорит потом что акация у него закристаллизовалась настоящий мед белой акации он не кристаллизует но вообще это самый мед такой рапсовый это номер один рапсовый мед это в канаде в европе они кроме рапса у них там акации нету ни другого меда там принципе и не знаю это самый распространенный у них же поля все вообще желтый или кукурузу у них садят или рапс так вот рапсовый мед ему приписывают очень много полезных свойств может быть оно так и есть смотрите любой мед оценивается по его составу по наличию в нем разных видов сахаров это гликемический индекс гликемический индекс он это то я вам расскажу что это такое это когда углеводы попадая в организм они вызывают повышение сахара это и есть гликемический индекс за основу гликемического индекса за эталон 100 процентов берет снос или 100 единиц берется глюкоза так вот в рапсовом меде содержится глюкозы до 70 процентов там немножко фруктозы и глюкоза а в отличие от него в меде белая акации это чистая фруктоза это почти чистая фруктоза и у фруктозы гликемический индекс 19 то есть вот сравните два меда два меда которые одинаковые по цвету на совершенно разные по содержанию поэтому рапсовый мед ни в коем случае нельзя у людей у кого повышенный сахар на преступление продавать рапсовый мед за акацию и даже если содержится этот акацию это действительно я утверждаю что его можно по чуть-чуть даже люди людям с повышенным сахаром что же полезное у рапса так как у него много содержания глюкозы поэтому глюкоза полезно нам для мозга глюкоза полезно нам для сердечно-сосудистой системы для поддержки сердца очень полезно людям у кого проблемы там атеросклероз и шимические болезни вот для сердечников это прекрасными потом говорят что в рапсе очень много содержится бора и очень полезно для щитовидной железы и в рапсовом меде почти нету кислот поэтому людям у кого заболевания гастриты и язвы они употребляют рапс у них никогда не будет изжоги вот принципе рапс можно кушать если у человека все в порядке сахарный сахарный диабет у него все нормально то есть организм справляется все нормально это тоже мёд тоже мёд только белого цвета ну и я еще могу на разделать вывод еще о пользе наверное он будет очень полезен в домашнем самогоноварении да да вот рапсовый мед несмотря на то что он кристаллизуется в рамках он может прямо забентонировать рамки если его брать на зиму лучше его не конечно не брать но если вы его взяли хранить его обязательно надо холодильнике или ну не холодильники прохладном месте потому что тебя в тепле рап стопроцентово за вроде что за можно забрать до насчет того что аллергию вызывает рапса ли не вызывает конечно же рапсовый мед аллергенен это он не может быть гипоаллерген и потому я думаю что он супер-аллергене на этом рамки власть рабсом максимальное количество плюс пыльцы что приносят пчелы они несут это срабся в рапса в меде почему он еще быстро кристаллизуется очень много цветочной пыльцы поэтому рапсовым мед точно аллергенен Лен, ну, огромное спасибо. Как всегда, как всегда, очень много информации, как всегда много новой информации. Вам можно звонить и заказывать мёд. Да. Одесситы могут прийти и забрать его на месте. И также вы по Украине отправляете. Говорите номер телефона. 095-84-72-150. Ну и давайте расскажем, какие цены на сегодня. Ну да, цены на мёд пока не поменялись. Я думаю, могут поменяться только в сторону его уменьшения цены. Потому что мёд не выводится за границу вообще. Полностью Китай поработил. Даже у нас по магазинам, чтобы вы знали, продаётся китайский мёд. Его фасуют по баночкам. Уже эти фирмы отказались от нормальных производителей. Поэтому мёд, оптовая цена, например, рапсового мёда сейчас 50 гривен за килограмм. Это очень дёшево. Хорошо. Давайте расскажем цены на нормальный мёд. 200 гривен полулитровой акации. Майский, липовый 150. Вот эти всеми, да, по 100 гривен. И гречаный мёд 200 гривен полулитровая баночка. Пиргаз 180 гривен. Пыльца 40 гривен 100 грамм. Воск 60 гривен, 50 гривен 100 грамм. Свечек у вас сейчас нет? Да, свечек нету, потому что пчеловод бедненький там даже не вылазит с тех вулок. Вы задавали, кстати, вопрос в комментариях. Сидит на вулоках. Свечи у вас натуральные или вы добавляете вот такую химию? Ну, нет. У меня миллион процентов, сто процентов натуральные свечи. Потому что это свечи забрустного даже воска. Не просто с воска, а самого чистого забрустного. Я рассказываю, что такое забрустный воск. Это крышечки от сут. Самый чистый. То есть горят идеально. Ну, скорее всего, кто-то из новых жителей задал этот вопрос. Потому что те, кто смотрят постоянно, те знают об этом. Я потом как-нибудь расскажу, когда дойдет время. Сейчас буду пока про меды рассказывать. Скоро же акация будет. А, кстати, когда будет акация? После 20-го, сто процентов. Он на следующей неделе начинает ее качать. Так что она уже в уликах есть. Она пока стоит и зреет, и ждет. Супер. Свечечка, огромное спасибо. Хорошего вам торговли. Пойдем дальше. До свидания. Друзья, несмотря ни на что, мы не меняем традиции. И вопреки всему. Да. Окорок-оклок. Это тот самый ритуал, который мы здесь его, как это сказать, заложили, придумали. И он существует. Он уже, как я говорил, вошел в историю нового рынка. Ну и, в общем-то, прошу. Давайте. Вау. Класс. Вау. Как всегда, аромат. Свежесть, красота, вкус. Да, супер. Сама бы ела, но деньги надо, да. Сама бы ела, но деньги надо, да. Оленька, какая цена? 350 гривен килограмм. 350 гривен килограмм. Такого красивого, вкусного, сочного, а главное, свежего и охлажденного обязательно в летний период кусочек мяса. Что же? Что сегодня с салом? Какие цены на сало? Сало сегодня у нас стоит 250 гривен все. Сало тоненькое, при этом очень вкусное, очень мягкое и с вот такой вот золотистой корочкой, как всегда, жареная на соломе. Повторется на 250 гривен за килограмм. Можно подобрать потолще, можно подобрать потоньше, в зависимости от того, как наши клиенты любят. Шкурочка очень тоненькая, очень мягенькая и я всегда рекомендую, такой трошки порепанную. Да, да, да. Бачите? Такая, что была трошки порепана. Это вообще очень ценится такая шкура, когда она трошки порепана. Дальше у нас есть сегодня немножко одесской кухни. Это куриная шейка фаршированная 220 гривен килограмм. Ориентировочный один шарик порядка 90 гривен. Почеревок отварной чесноком и с перцем 330 гривен килограмм. Есть солонина у нас 320 гривен килограмм. Домашняя копченая колбаска в ассортименте у нас сегодня 340 гривен килограмм. Есть свиная рубленая, красивая, нежирная. Вот такая вот. И есть свинина с говядиной. Тоже будет красивая, тоже будет нежирная, очень мясная, ароматная, свежая. Напомню, 340 гривен килограммчик. Мясо в ассортименте начнем с копченого оболочка 350 гривен килограмм. Шея запеченная 370 гривен килограмм. Качалочки копченые, это вырезка из окороковой части 350 гривен килограмм. Запеченное мясо в рукаве, запеченное мясо в фольге 350 гривен килограмм. Запеченное мясо с куркумой 360 гривен килограмм. Рулет с свиной сегодня у нас 350 гривен килограмм. Ребрышки 270 гривен килограммчик. Почеревок копченый, почеревок запеченный 340 гривен за килограмм. есть у нас несмотря на лето немножко крыльяной колбасы запеченная отварная 170 гривен килограмм в холодильнике есть печеночная колбаса 200 гривен килограмм два зельца есть у нас в ассортименте это мясной 250 гривен килограмм и из языков 340 гривен за килограмм тоже предлагаю разрезать посмотреть как он у нас зельца клоп будет да да будет зельца клоп вот такой вот красивый такими красивыми телячьими язычками отварной обращаем внимание что специи плане чеснок перед здесь по минимуму для того чтобы отчетливо был вкус языка они чеснока и перца шикарно так дальше у нас идут повседневные колбасы валерича сервелат свиной сервелат говяжий киевская сервелат смешанный и королевская их цена от 4 вот так выглядят будни валерича от 400 гривен за килограмм при этом для удобства клиентов если нет необходимости в целой палочки мы делаем по половинке сыровяленое мясо сегодня в ассортименте у нас филеечка балычок говяжий 600 гривен балычок свиной 570 гривен здесь у нас уже идут более праздничные варианты бастурма у нас 750 гривен за килограмм сыр и копченые и сыровяленые колбасы от 700 гривен за килограмм и повторюсь для удобства клиентов есть вот такие вот красивые половинки в третьей части поэтому я кшу буду божане то ласка вопрос ему и наша вареная колбаска докторская красивая любительская 350 гривен килограмм пожалуйста красота на красота согласие ароматные сосиски сардельки сардельки телячьи без сыра и сардельки телячьи сыром 350 гривен килограмм сосиски детские телячьи 370 гривен килограмм и индюшины 420 гривен килограмм и копченые охотничьи колбаски распаковка распаковка чек 450 гривен за килограмм очень вкусные свежие оля вам можно звонить заказывать да она можно позвонить заказать мой номер телефона 095 17 127 18 вот что значит девичья память на колбасе только они и думают вы работаете каждый день мы работаем каждый и ваша молодая команда далее пользуясь случаем передай привет привет и на есть еще дедушка сегодня он выходной папа поэтому кому дедушка кому папа и так вот и найти вас очень легко и просто друзья вот ход с улицы торговой садовая вот прямо угол вот легендарный бык его сразу раз и она поля огромное спасибо были рады вас здорово давайте посмотрим цены на яйца на новом рынке сегодня друзья всегда мониторю одну и ту же торговую точку и вы всегда можете посмотреть динамику цен самое недорогое на сегодня это молотка 35 гривен ну и дальше диапазон он смотрите есть и 45 и 43 53 55 ну в общем на любой вкус и на любой кошелек и гулливер вот такой вот огромный по 60 гривен за десяток теперь будем узнавать свежие цены на молочную продукцию наташа наташенька здравствуйте мы рады вас видеть взаимно все есть в ассортименте все есть рассказывайте что почем творожок жирные 150 140 нежирные 80 средненькие 100 гривен топленые 180 гривен брынзочка коробка 150 овечка 200 гривен масличка 350 килограмм яйцо домашние 60 гривен десяток перепелиные 60 коробочка блинчики 150 килограмм свеженькие молочко домашние 30 гривен литр сметанка 150 литр сливочка 220 ряженка 50 гривен пол-литровая баночка масло топленое 250 вам же ж можно звонить и все это заказать и могут отложить приехать забрать все лежит в холодильнике все свеженько домашние говорите номер телефона 97 439 749 и 5 наталья огромное спасибо спасибо а эта информация для моих зрителей предпринимателей для тех кто хочет начать бизнес на новом рынке сейчас на экране увидите номер телефона это телефон отдела аренды рынка звоните по этому номеру узнавайте о наличии свободных мест приезжайте на рынок смотрите выбирайте ну и собственно начинайте бизнес сейчас на рынке очень хорошие условия для начала сотрудничества но самое главное если вы скажете пароль я от сан саныча то условия будут супер хорошие и так еще раз звоните приезжайте смотрите выбирайте и начинайте зарабатывать но мы с вами идем дальше будем узнавать свежие цены на овощи фрукты и ягоды идемте мы на улице и сейчас будем узнавать свежие цены на всю вот это вот вкуснятину у галины галечка здравствуйте здравствуйте рады вас видеть пасе я каждый раз вам иду знаете вас каким-то предвкушением я понимаю что каждый раз вот сейчас особенно в этот период на витрине будет появляться что-то новое есть много всего его сегодня я смотрю очень много черешни да да уже черешни много ассортиментов если на прошлой неделе были только такие не крупные сейчас уже есть такие крупненькие красивые черные вкусные самая крупная самая колерованная 170 до что за сортикал дачка лава вот такая есть еще вот такая черненькая тоже вкусненько наружу чем тоже в одну цену в одну саму и есть 160 150 и 130 горох на сегодня вот такой сладенький вкусный 70 гривен он уже заканчивается яблок почти уже не осталось они по 50 гривен ну крест есть голден галла муца эвелина и фуджи и семириночка персик это привозной 30 сколько 80 мнение это остатки а вот такой персик обычные 150 до есть нектарины испания они по 200 до есть персик янжирный тоже испания он по 250 килограмм вот такие у нас абрикоски тоже испанские есть ананасная есть обычно они по 200 вот такая слива она с турции по 150 за килограмм очка на кисло-сладенькая цитрусовые у нас также как и были манго обычные по 100 ананасы королевские по 200 голубичка местная вот такая 600 за килограмм вот такой ведерочка импортная 180 ведерочка гранат перу 220 за килограммчик лимончик южная африка 120 лаймики вот такие крупные красивенькие по 30 вот такие маленькие под 20 за штучку виноградик и 220 апельсин испания по 120 авокадо королевская 80 и обычные 70 киви обычная греция 150 за килограмм киви gold они по 400 за килограмм как были такие стимирь имбирчик 250 за килограмм бананчики 75 груши вот такая конференция аббат и краснощекая они все по 150 за килограмм ну и еще одно предвкушение это показать вот вашу витрину с клубникой клубничка вот такая такая вот есть не небольшая земляничная вот такая она по 80 и вот такая крупненькая она по 100 появилась вишня вот такая красивенькая наша да 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 строицкого 160 за килограмм вот такая черешня розовенькая по 150 и вот такая земляничка была у нас домашняя крупненькая по 250 а вот это лесная по 150 за баночку привозят уже два раза в неделю картошка молоденькая подешевела 50 гривен за килограмм и есть она же чищеная по 80 тоже разобрали супер да вот такой чесночок молоденький 25 пучочек и морковочка такая тоже 25 пучочек подорожала у нас редис . она отходит должен до 80 гривен за килограмм 65 капуста молоденькая по 60 капуста старые 55 чесночок чесночок у нас 150 как и был и вот есть такой молодой чеснок уже местный 200 за килограмм корень сельдерея 120 за килограммчик паричек 170 за килограмм батат 150 за килограммчик зеленушечка вся по 10 лук репчатый 60 бурячок старый 30 морковка старые 65 синий пучок 150 и бурячок молоденький 60 за килограммчик а вот такой вот вот такой белый салатный лучок 120 за килограмм кабачок кабачочки 65 местные цукини импортные 120 за килограмм я смотрю здесь у вас очень много огурчиков 30 до есть родничок уже такой крупненький 150 помельче 180 до эстафета николаевская 120 и вот такой домашний по 80 гривен с усатого перчик 180 копе 200 голландия 180 измаильский вот такой на фаршировку на пожарить и вот такой турецкий по 120 остатки уже помидора вас очень много да да помидоры турция 80 100 и 120 измаильские носики 120 крупные стоп средненькие и микада домашние 140 160 150 средненькая черный черный при 150 до баклажан 150 150 так что здесь айсберг за за штучку у вас много всегда грибов разных размеров до грибочки у нас 110 и 120 есть вешенка вешенка 130 подорожала было 120 сейчас 130 и домашнее яйцо до 50 гривен 10 работаете вы каждый день без выходных можно приходить конечно называть пароль ассан и получить скидку и улыбку в подарок конечно огромное спасибо спасибо до свидания друзья вот наша любимая пекарня полянытия здравствуйте рады вас видеть рады видеть то что у вас произошли вот такие вот интересные изменения а именно перестановка я очень люблю перестановку я люблю даже не представляете как я их люблю вот то есть вы помните раньше мы заходили здесь у нас была готовая продукция а сейчас да во первых стало больше места визуально да да можно танцевать можно просто ну побольше здесь людей посадить я уселся валерич он уселся нормально да да друг против друга вообще замечательно а скажите а у вас что-то с ассортиментом поменялось может это летний ассортимент может что-то добавилось да мы добавили наши полянычки но их сейчас звери завели с утра не было света и девочки что-то перекусом потому что не было выпечено пицц а маленькие были есть рогалики да те что я вам говорила песочно дрожжевое тесто и рогалики есть мы думали делать трубочками но рогаликами зашло больше удобно слоечки в принципе вот сейчас полянычки тоже будут а так у нас так у нас есть наш стандартный ассортимент или как раз дежурный до давать очка все-таки сокращенный потому что витрину хоть мы одну оставили но сделали четыре полки раньше три было у нас и сами понимаете летом немножко не не такой аппетит у людей самое самое такое ходовое да вы сейчас были я извините о вас перебью мы только что были вон у галли узнавали цены а там уже есть и черешня полным ходом уже и вишня пошла и клубники море естественно хочется фрукты а это так на быстрый перекус я живу пирожочки капуста картошечка по 20 гривен сосисочка молочная и копченая по 30 гривен брынза со шпинатом пирог кусочек 30 гривен пирог с курицей грибами 35 гривен за кусочек лосось мы делаем под заказ рыба опасно летом пирог с вишней 30 гривен за кусочек и так само все в ассортименте наши пиццы терияки папирони 4 мясо ассорти селянская жульен домашняя гавайская 4 сыра и сейчас каждый кусочек пиццы четвертиночка стоит 50 гривен целая пицца стоит 200 гривен но у нас есть акция при покупке целой пиццы 10 процентов скидка 180 гривен за целую пиццу пожалуйста заказывайте приходите покупайте вы можете предварительно позвонить нам по телефону и заказать любую пиццу со скидочкой записывайте телефон или запоминайте 096 170 55 20 полянецы всегда вас рада видеть в радиусе километра вот на этих встроенных ножках будет сделана доставка до на быстроходных шлепках супер огромное спасибо огромное спасибо также прохладительные напитки и планируем уже на этой неделе поставить мороженое о супер ну и чай кофе все это я от кофе капучино ну вот вик что я скажу вот мое мнение валерич я думаю что ты со мной согласились стало красивее стало уютнее стало как-то вот ну действительно вот заходишь и ты чувствуешь что ты вот в таком душевном месте потому что всегда был такой запах вот заходит запах еще красиво светло до к стала сильнее стало больше места ассортимент я думаю что ну визуально у нас не уменьшился да тем более тем более что у вас там сзади есть полки для сорта да 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 там мира галики можно кстати рогалики 15 гривен за 100 грамм маленькие наши полянычки курица с грибами и ветчина сыром 25 гривен за 100 грамм вы в прошлом видео видели нас вот налепим выпечем заново поставим ну и поскольку вы достаточно гибкие то я думаю что у вас можно под заказ вообще заказать все что угодно даже из того ассортимента который вы пока типа на лето убрали я думаю что люди знают абсолютно супер супер огромное спасибо вас очень вкусно у вас очень красиво так что ждите наших зрителей до села приходите пожалуйста таким мы увидели с вами новый рынок сегодня 9 июня 2023 года друзья я уверен что видео вам понравилось и было очень полезно поэтому жду от вас жирный прижирный лайк на самом деле я узнавал это абсолютно бесплатно вам ничего не стоит нажать на лайк поэтому поддержите автора канала если вы до сих пор еще не подписались на youtube канал взрослый разговор то сделайте это прямо сейчас под видео есть кнопочка подписаться нажимайте на нее рядом с ней нажимайте на колокольчик и вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале если же все таки после просмотра видео у вас остались ко мне личные вопросы или может быть вот к александру валерьевичу который двумя руками уверенно держит камеру друзья вот мой инстаграм подписывайтесь на меня в инстаграм пишите мне в личку я отвечаю очень очень быстро и кстати не будьте жадинами обязательно делитесь этим видео с друзьями в соц сетях там все очень просто под видео нажимайте кнопочку поделиться и разбрасывайте видео по всему интернету я сам саныч александр валерьевич новый рынок новый базар одесса желаем вам мира добра любви и счастья ну а мы сейчас едем грузить машины на херсон и будем помогать нашим любимым херсон